Всем привет ребят, с вами снова Демси и сегодня мы продолжим проходить GTA Vice City Stories. Это уже девятая серия и в прошлой, как вы все помните, я погибал миллион раз, потому что там была засада в отеле. Женщины с калашами, помните их, да? Они меня бесконечно убивали, пока я не понял, что нужно как-то ныкаться, использовать бесконечную аптечку, которая там спавнится. А после этого еще была миссия с вертолетиком, но она уже была, точнее с вертолетом, но она уже была довольно лайтовой. Сегодня, я надеюсь, будет без такого хардкора и мы спокойненько будем накапывать бабосики на миссии, если вдруг будем погибать. Я уже не буду драться за эти бизнесы, хотя, конечно, можно было бы, но нет. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий, ну и также в конце серии, как обычно, оставить тайм-кодики. А мы продолжаем проходить. Я так понимаю, что осталось буквально несколько серий, ну там плюс-минус, может быть три, может быть четыре. О, а нет, это мусор, как говорит Ксеноморф, не буду брать. У меня есть Санчес, поэтому останусь на нем. Какая у нас там вообще миссия будет? Ренни Васселмайер. А, наш любимый Ренни, который имеет раздвоение личности или типа того, вы уже мне там объясняли в комментариях. Я просто так хочу называть его. Где он вообще находится? На киностудии. Я надеюсь... Блин, опять-таки неправильно еду. Я каждый раз не могу запомнить, в какую сторону надо ехать, чтобы выехать на это... Классно, я выехал. На это шоссе. Хотя, по факту, не шоссе. Короче, путь на второй остров и на киностудию. Вот он. Отлично. И даже не перевернулся. Как вам такое вообще? Надеюсь, сегодня будет без потных миссий. Почему бы и нет? Хватит уже. Надо развивать, точнее, не развлекать, да, Фик сказал. Развивать надо киностудию. Развлекать будем потом отдельно. Убить Фила? Что? Убить Карла? Или это другой Фил? Он не знает? Эм, нет. И лучше пусть все останется как есть. Конечно. Он же артист. Давление может убить его. Я имею в виду, я выступаю хорошо, зная, что люди хотели бы продырявить во мне кучу дырок. Но я уникален, дорогуша. Да. Дорогуша! Эй, Ренни, привет. Дорогуша, дорогуша. Это Дорогуша. Уандербар. Ну, теперь здесь все свои, так? Кто хочет потанцевать? Я Витя. Хорошо, Барри, приятель. Теперь Дорогуша, дорогуша нуждается в помощи. А, две Дорогуши. Я хочу, чтобы ты был моим водителем, важный клиент. Может голосом снести птиц с деревьев, он тебе понравится. Я довольно дорог для водителя льмузина. Да, знаешь, рок-н-ролл грязный бизнес, петушок. Петушок? Не понял? Ну, один парень дал мне 3 миллиона фунтов, а тебе требуют их обратно. Какой дерзкий... ...человек. Он угрожает убить моего британского паренька. Хорошо, я помогу тебе, на это будет стоить денег. Боже, правда, уже так поздно. Давай, лучше пойдем и встретим паренька. Он тебе понравится. До свидания, дорогуша. Боже мой. Я заказал специальный лимузин. Давай заберем его и поедем на место встречи. Бронированный лимузин. Бронированный. Я не хочу рисковать, друг мой. Этот псих угрожает меня убить. Броню нацепили, да? Броню на Делюкса. Это же вроде бы... Это Делюкса или нет? Так вот, я надеюсь, миссий с Ренни больше не будет. Или они будут уже заканчиваться, так как меня данный персонаж немножко бесит. Он слишком карикатурный, честно говоря. Даже вот в Саундрайсе такого не было. И зря я поехал вот налево. Блин. Точнее, не поехал налево. Надо было свернуть сразу же. Это похоже на Делюкса. Это просто рандомная машина была. Чел, вставай. Сейчас будет жарко. А, фух, я думал, она уже не загорается. Что может пойти не так? Там броня, кстати, лежала. Надо запомнить. Да отойди ты, дурачок. Мне же сесть надо. Как я, по-твоему, сяду в эту машину? Уже наконец-то. Стретч. Отправляйся на место встречи. Я извиняюсь. У меня машина мощная. Я не вижу, куда я еду, как говорится. Интересно, что произойдет там. И что это за персонаж такой. Ну и, кстати, хотелось бы, чтобы за эту миссию нормально заплатили, потому что нет гарантии, что я пройду ее с первого раза. Господи, как эти машины вот в ряд задолбали появляться. Им нужно вот это вот маневрировать между ними. Кошмар. Да, этого колеса точно здесь не было. Что было на его месте? В GTA Vice City. Я уже забыл. А место встречи у нас? Ну, хорошо, что не второй остров, как говорится. А все на месте. Даже с копами пока что разминулся. Да, погода у меня на улице шикарная. Просто как будто дождь пойдет сейчас. О, на месте стройки, серьезно? Да более знакомое место. Причем здесь какой-то парк, походу, был или типа того. Что может пойти не так? Поэтому у меня, кстати, в комнате так и темно. Из-за погоды. Солнышка нет. Это он на вертолете прилетел. Дружок. Да, походу, он сзади сидит. Э, это слоу-мо? А это слоу-мо. Кто эти, ребятки? Вот черт, этот всех послал силу армию за моим талантом. За моим талантом. Что за блокбастер? Разберись с этими дурачками и ветер. Раз плюнуть. Они даже попасть нормально не могут. Это во мне женщины с калашами из прошлой части. А я его взорву как максимальный эпик. Смотрите. Он сам это сделает на этом могу. Отлетел просто. Слушай, барри, когда я согласился выступить в iCity, я не ждал, что это будет моей лебединой песни. Нет проблем, мой друг. Просто скажи, какой-то, просто как-то, когда едливый псих. Фил, мой друг, Фил Коллинз. Давай встретимся и познакомимся в другой раз, а? Поехали. Это не Карл, это не Карл, это не тот Фил, не Фил Кэссиди, поэтому не буду называть его Карлом. От физии Фила в гостинице. Я почти прочитал в больницу, не знаю, с чем, правда, ему в больнице. А куда машины исчезли, которые за нами приехали? И, по идее, кстати, Джорджио хочет вернуть деньги. Какие деньги? Барри, кто эти психи? Пригни свою смыслливую голову. Машина бронированная, конечно, но мне кажется, она может взорваться просто. Клянусь жизнью своей матери, на могиле своей матери. Что происходит? Ой, не в ту сторону, Витя. Хорошо, что она бронированная. И сколько она может выдержать фуль? Я не в ту сторону стрелял, бывает. Лево-право перепутал, как обычно. А больница здесь недалеко. Можно было даже сократить, но я не стал рисковать. Вот она. Да, хорошо, что нам дали именно такой лимузин. И, кстати, какая... Это не больница. Больница что? У вас в другом месте, что ли? Это разве больница? Какой-то санаторий или что это такое? Больница, только что мы проехали ее. Может, стоит писать полицию? Это Вайсити, мой друг. Друг мой, да. Серьезно, криминальный край, пустяки. Кто это Джорджио, которому ты должен? О, мой поклонник, он одолжил мне... Ну, знаешь, он дал мне немного фунтов. Отель. Барри, ты что, в долгу гангстеров? Не, друг мой, клянусь твоей жизнью. Да, вот именно то, что я боялся. Тот самый настоящий болван. Ты думал, оставить тебя менеджером той... Той, горящей собаки. Горящей, горящей собаки. Горящая собака. Это новый мем. Менеджером горящей собаки. Это собачка из мема, наверное. Так. Я тысячу долларов заработал. Гонсалес. Витя, мой друг. Зайди ко мне на чай. На чай, да? Ну, это я сам придумал. Джи. А где он вообще? И миссия с этим челиком осталась. Ну, блин. Меня еще так не кидали. Это ужасно. Я уже хотел переключиться на Гонсалеса, если честно. Наверное, с ним будет продолжение миссии. Я пока закончу этого Ренни в данной серии. А потом будем к Гонсалесу. Что он там? На чай меня зовет. Ну, хоть не на кофе. Где там киностудия? Можно как-то здесь сократить? Чтобы сразу туда поехать. И очень на это надеюсь. Да не хочу я ваши бизнесы захватывать. А если на мой нападут, я найду таксишку. Или коповскую машину. Только что байкеров задавил. Так вам и надо, сволочи. Вы меня всю игру обижаете. Преследуете. Кстати, по идее, свойства свои этот лимузин не потерял. То есть, он реально пуля непробиваемый получается. Вот мне интересно. Судя по карте. Нажал я кнопочку карты, как говорится. Судя по карте, где находится то шоссе? По дороге, куда нужно, чтобы попасть в киностудию. Вот здесь? Наверное, я так еще не ошибался. А нет, здесь. Я угадал. Первый раз нормально заехал. Северный мост. Вот бы оставить себе этот лимузин, а? В гараж поставить. Он же пуле непробиваемый, по идее. Это как Курума из GTA 5. А если я выйду, двери не закрою. Вот так. Она сохранится? Улыбочку. Так. Что-то снимаем уже, ребятки? А, видать, да. Не нравится ему лицо. Снято, снято, снято. Это скучно, ужасно. Я сама бездарность. Ох, посредственная чушь. Ренни, ты нашел мне покупателей? Дорогуша, разве серьезные покупатели такого огромного количества чистого кокаина растут на деревьях? Может быть, в твоем городе, но не в моем. Хорошо, тогда зачем ты постоянно меня отвлекаешься? Слушай, я здесь деньги делаю для моего брата. Мне нет времени на это дерьмо. Дорогуша, это прекрасно. Когда-нибудь я сниму об этом фильм. Я ему идею придумываю. Два брата. Один из них собака, а другой библиотекарь. Собачка? Горящая, да? Любовь зарождается между человеком и свиньей. Умирают три лебедя. Боже, что это за сцена такая? Что это такое вообще? Конец! Гениально! Что бы ты там ни говорил, в данный момент мне нужно делать свои дела. Нужно делать деньги. Постой, дорогуша, если тебе нужны деньги, может ты вдохнешь жизнь в это кровавое весело. Кто-нибудь, сожгите сценарий. Дайте создать искусство, люди. И что мне нужно сделать? Чего миссия называется улыбочку? Ренни хочет, чтобы ты сыграл водителя в состоянии скоростной погони. А лимузин исчез. Это при том, что я собирался на нем дальше продолжить кататься. Он довольно имболый. Садись на джет-ски. Это ж не скай, это явно ски. Скоростных гонок. Использование ручного тормоза позволит поворачивать на лодке или джет-ски более маневренно. Или маневренно. Я отступил. Я не перелечу. Ну, такое. Я сначала испугался, что врежусь, честно. Начинается. Честность. Главное, чтобы этот скутер не загорелся. Harder? Жёстче. Но, видите, такое не может. Мне сложно управлять, честно. Я пытаюсь. Это напоминает миссию из Vice City. Ну, логично, потому что в том же месте происходит. Только там скутеров не было. Блин, ну вы серьёзно? Надо использовать ручник, да? А я красиво сейчас повернул. О, трамплин ещё один. Тут нормально будет. Трюк выполнен, наверное. Я должен был перелететь. Ну, почти перелетел. По крайней мере, если я здесь упаду в воду, мне ничего не будет. Это уже плюс. Хорош. Даже не тормозил. Ой. Это был опасный. Да, игра мыльная, но это временно. Вы же понимаете. После того, как я закончу свои City Stories, это будет точка. И я начну проходить те части, которые были на ПК. Там уже и графонии лучше. И в целом управление удобнее. Ну и 60 FPS. Как-никак. Не останавливайся. Я сейчас в вертолёт врежусь. Ой. 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 Садись на мотоцикл. А, понятно. Что у меня там было? Фотик у меня с собой есть. Давайте я себя сфоткаю. Как говорится, на память. Ещё даже RPG. Одна штучка. Езжай по маршруту. Без проблем. На мотоцикле это будет, наверное, легче. Правда, я ничего не вижу из этих листв. Там копы стоят? Нет. Это байкеры. Почему они там? Это так надо или это просто баг? Он меня так агрессивно снимает. Аж страшно. Ещё врежусь. А реально, что будет, если вертолёт врежаться? Это, походу, съёмочная группа. Да, там камера. Куда я должен был поехать, я не знаю. Но ничего. О, это финиш. Да, съёмочная группа стоит. Это байкеры, мои друзья. Кок? Что? Всё, потому что ей не хватает... Понятно, чего не хватает. Почему так мало платишь-то? О, деньги пришли, да? Доход. Какой там доход у меня? 3000? 3800! Это моё, кстати? Вот это место моё? Да, это моё. Возможно, я бы пройти больше скоростных испытаний. Возможно, я бы даже ещё что-то захватил, но не сейчас. По идее, Рэнни закончился. Наконец-то! К Гонсалесу поехали! Всё. А, ещё этот, наверное, стоит захватить. Раз уж я тут. Это будет чисто мой район. Понял, как говорится? Только для этого нужно как-то уничтожить мотоцикл. Возможно, я смогу это сделать. Вообще, у меня есть гранатки. Да. Отлично. Ну, давайте, ребятки. Нападайте. Я надеюсь, они без калашей. И... Я бы минималочку поставил, чтобы у меня было больше денег, чем я потратил. Хотя, с другой стороны, сейчас без разницы. Ицкай, ицкай. Просто умирайте. Подходите ближе. Получайте свою дозу. Никто по мне даже не попал ещё ни разу. А, всё? Это такой мелкий бизнес. По идее, за любую точку мне платят по 2000. То есть, по сути, это было выгодно. А ещё нужно поставить паузу. А, пока я ставил паузу, у меня пришёл Витя-то чел. Ему вообще без разницы, что я пришёл с узихой. Он решил меня так наказать. Ээээм. Уничтожить кровать? Вот, кстати, что мне интересно. Почему Витя это разрушает? Это можно использовать в своих целях. И, женщина, с вами всё нормально. Я понял, что это было. Я бы, честно говоря, оставил такое место, как оно есть. То есть, я бы ничего не уничтожал. И 2000, да, за это заплатят? Ну? А, полторы. Ну, потому что оно, типа, слишком мелкое и лёгкое. Хорошо. Но я оставлю всё как есть. R3. И делаем... Проституция. Или среднюю точку. Ну, ладно, пусть будет средняя точка. У меня есть деньги пока что. Всё. Деньги есть, только осталось... Тут, видите, даже заграждение появилось. Как Xenomorph сказал, это какой-то мод на GTA San Andreas или GTA Vice City. Тут и то, и другое просто сплетено. И анимации из San Andreas. Город из Vice City. Короче. А на самом деле, это просто модификация для... Ну, как модификация? Это DLC-шка, которая вышла эксклюзивно сначала для PlayStation 2. И для... Какой ещё платформы она вышла? Для PSP. Да. То есть, это не официальная такая прям часть. Хотя, по факту, она официальная. Просто на ПК не выходила. И про неё как-то редко вспоминают, потому что она по факту является лишь DLC-шкой. Но вроде как это самостоятельная игра. Просто кажется, как будто с кучей модов. Ну, не знаю. Мне нравится. Это неплохое дополнение. Спасибо. А, я его даже не задавил. Я вас понял. Эту точку я разве не захватывал? Ой, коп, я извиняюсь. Сори, не заметил. Эту точку я не захватывал? Они захватили мою точку? Это ж явно не моя. Или я... Подождите. Я её брал? И мне её забрали? Или я так и ничего не сделал? Ну ладно. Сейчас это не имеет значения уже. Я захватил один бизнес. Мне достаточно. А где там проезд в ту сторону? А, кстати, там не предлагал ничего захватить. Просто значок показывался розовый. Как будто не подо мной. А этот же где находится? Это я мог сейчас... Ему уже заехать. Этот же... Гонсалес называется. Этот же... И вы заметили, как часто я пользуюсь водой? Примерно никогда. И, кстати, хорошая карта. Там показывает, что есть дорога. Видите, чёрным. Но здесь нет дороги. Там только тропинка. Дороги не было. Тут что, опять нужно через охрану проходить? Не, спасибо. Я лучше... А. Это пофиксили? Это пофиксили! И вы знаете, я упрямый. Я найду способ сюда проникнуть. По-другому. Мне чисто интересно. Вот здесь получится? Мне ж не зря машину дали. Или я так мог пройти? Я и так мог пройти. Через заграждение как-то перепрыгнуть. И я это сделал! Ну что? Не ожидали? Кого вы там собираетесь обыскивать, бомжи? А я прошёл. Причём даже без машины. Давайте только возьму хоть что-нибудь, чтобы доехать. Да, нормально. Кэдди подойдёт. Он же здесь? Я не протупил? Не, Гонсалес... Вроде бы здесь должен быть. Да. Так, отлично. Воду падать не страшно. Только бы была возможность выбраться. О, клюшка. Дом на поле. На поле? На каком поле? Для гольфа? О, Рокстар. А, Витя, надеюсь, ты играешь в гольф? Конечно, я играл пару раз. На самом деле, нет, это неправда. Хе-хе-хе! А я играю в гольф постоянно, только жене моей не говори. А то я все бабки сливаю там. Хе-хе. Витя, только потому как человек играет в гольф, можно многое о нём сказать. Действительно. Си, например, я доверял вон тому Хесусу, а его взяли и предали меня. А, его взяли. Он взял и предал меня. Я должен был догадаться, он ужасный игрок в гольф. Давай проверим, понравится ли тебе, как ты играешь. Что? А потом, может быть, решим свои вопросы или типа того, что я там прочитал, я уже забыл. Окей. Это несложно. Меткость. Попал. Но я попал там в цель или нет? Что? Я должен в девоперу попадать? Во-вторых, почему? Почему так плохо-то? У меня скоро сделка, Витя. Ну, а ты попадёшь? А ты тоже мусор, я смотрю. Но нужно в него попасть. Бедный Хесус этот. Жесть. Ещё раз. Я что, опять промахнулся? Я попал, по идее. Нет. Почему я не попал? Хороший удар. Я хочу попасть в него хоть куда-то, там, знаете, между ног хотя бы, примерно. Ваше правительство готово поддержать полковника в его приношении демократии. Латинскому миру. Ну, ты вообще не попадаешь. Я хотя бы близко стараюсь. Витя, молодец, он старается. Ну, такими темпами мы в него ни разу не попадем. Не понял сейчас. Я думал, там перемотка идёт. Ну, типа, можно, знаете, влево-вправо, пока движется. Да какой найс? Я не ожидал, что будет так плохо. Много раз мы так будем играть. Он бы хотел отменять оружие и патроны на некоторое количество кокаина. То есть, кокс, этого, кокоса, как говорится, да. Отлично забываю, что это кокос. Ну, всё, теперь я точно в него попаду. Держись, Хесус. Сейчас я тебе покажу. Оп. Оп. Ну, почти. Я должен попасть, ну, ё-моё. Буэна! Ублюдок! Меня ещё никто не так... Точнее, ещё никто не предавал. Да. Там что? Там не просто мячик был, там была бомба. Отлично сыграл, Вик. Спасибо. Считай, это авансом за твои услуги. Я буду на связи. Видите, всё-таки с третьего или четвёртого раза таки попал. Да. С третьего или четвёртого раза. Неплохо. Тысячу заработал. Интересно, а можно было это провалить? Ну, наверное, можно было бы. Я б не получил бабло? Или как? Лэнс. Почаще оборачивайся, братишка. Пошёл слышок, что Мартини больше не под прикрытием копов. А что такое? Мартини уже сам по себе? Кстати, да. Я-то с оружием пришёл сюда. Вы можете вернуться в гольф-клуб и попрактиковаться в игре. А в той самой игре, да, с тем Хэсусом или там поставят другого человечка? Я не знаю, как я попал. Я вроде бы зафейлил немножко. А давайте я так же выберусь. Так сказать, сломаю вашу охрану. Они слишком тупые. Как я вообще здесь перепрыгнул? Как это работает? Это так задумано или это баг? Впрочем, я снова обошёл вашу защиту. Ребятки! Да. Так, у нас есть Лэнс, у нас есть Гонсалес. Давайте сначала к Гонсалесу ещё раз поедем. Тогда уже. Становится всё интересней. Мы потихоньку приближаемся к тому, чтобы разобраться с Мартини. Я думаю, он будет финальным боссом в этой игре. Нам его показывали в самом начале. А вот, это моя точка. Это я с другой, наверное, перепутал или что? Где там Гонсалес вообще находится? А, недалеко. Эта женщина от копа убегает или просто? Не пугайся, это всего лишь Витя Вэдс едет. Точка G на карте, да? Как я бы сказал, но не скажу. Хотя я уже это сделал. Гонсалес. Дукум... Что у него там? Неважно. Фиолетовый туман. Фиолетовый? Как называется? Дукум ин. Дукумин? А, Витя, друг мой. У меня тут небольшая сделка на стороне, требующая деликатного подхода. Деликатного? Скажем так, я бы не хотел, чтобы мой босс знал об этом. Или чтобы мои люди об этом узнали. Попробуй догадаться. Ты подрезал у полковника наркоту, чтобы навариться. Витя, прошу тебя. Как ни крути, это страна возможностей. Боже, все наркотиками торгуют. Меня не волнует, кому ты обокрал, Гонсалес, до тех пор, пока это буду не я. Буэна. Наркотики находятся в районе Оушен-Бич. Доставь их на место сделки в Вашингтон-Бич. Оушен-Бич, это же, по идее, там, где Томми Вермишели в отеле был. Правильно? В гараж Гонсалеса. Зачем мне гараж Гонсалеса? Что я там возьму вообще? Место назначения. Может он мне там даст, наконец-то, нормальное оружие? Миниган, может быть, дашь? Я еще в этой игре его не использовал. Кстати, могу взять. Я ж мог... Да, я могу его прикупить уже, по идее. Только сколько он стоит? Я ж мог бы это сделать. И надеюсь, он стоит в районе 15 тысяч максимум. Тогда будут шансы. Накоплю денег и сразу возьму. А вы представьте, приходишь с миниганом на финальную миссию. И этот Мартини отлетает моментально. Саландреа, если, кстати, так можно сделать. И Темпени даже ничего не успеет сделать. Темпени, по факту, здесь убивается не так. Он просто сам разбивается. Я имею в виду Big Smoke, конечно. Я вдруг это для кого-то был спойлер. Да. Игре уже сколько там? Скоро 20 лет. Хотя, по факту, ей уже 20. Потому что она вышла сначала на PlayStation 2 в 2004 году. Так, что это за фургон? А, понятно. Это не просто фургон. Но, как обычно, у нас очередная партия. Витя только делает, что перевозит постоянно эти наркотики. Да, Ocean Beach это как раз то место, где находится отель. Но вроде не так уж и далеко. Он сказал отвезти именно на эту улицу. Я могу так проехать. И что, прям вообще не будет подозрений? Или все-таки появятся копы? Мне это не нравится. Это слишком легко выглядит. Ну, какой-то грузовик. Что? Он меня протаранил? Ты слишком сильно протаранил фургон. Наркотики рассыпались. На этом чуваке их больше, чем в багажнике. Хватит хныкать. Давай лучше свидимся на вечеринку на Starfish Island. Нас там женщины ждут. Что? Что это за эффект? Гонсалес. Почему так долго? Позвони мне. Как можно скорее. Да не могу я позвонить. Я контужен немного. Вот это эффект. А, тут телефонная будка. Как удобно. Жесть. Его протаранили. Это была подстава. Гонсалес. Мы разбились. Наркотики. Они исчезли. Что? Ты издеваешься сейчас надо мной, да? Я? Нет. Что с тобой такое? Ты что, нанюхался этот дрянь? Да меня протаранили. Нет. Да. Я, наверное, нарушался им, пока был в отключке. Мне нужны мои наркотики, Витя. У меня все еще есть заинтересованный покупатель, но он уже вот-вот скоро уезжает из города. Разберись с этими ублюдками, которые это сделали, и верни наркотики в мой гараж. Хорошо. Они за это заплатят. Витю только что... Найди банду, который напал на тебя, и забери все оставшиеся наркотики до 15-30. Витя только что получил такую дозу. Это не контузия, это нечто похуже. Какой-то кошмар. Как можно так ехать? А, еще нужно паузу поставить. Витя, не врезайся. Это очень сложно. Как будто я одним глазом это все вижу. Ой. Не, ну миссия уже уникальна. Во-первых, меня так ловко поймали. Я же говорю, что это слишком легко все идет. На мостике, наверное, опаснее всего в таких условиях ехать, потому что одно неверное движение, я либо упаду, либо вообще разобьюсь. Хотя мне кажется, с таким количеством хп разбиться невозможно. Если это не новые GTA-шки. И как я буду в таких условиях проворачивать свое дело? А хотя с другой стороны, пока они развлекаются, а у гей-банду, который напал на тебя. Боже. Кто включил радио? И надо выключить. Как его выключить? Не нужно радио в этой игре. Блин. Это нужно сделать быстро. Этот... Он только что лежал. Это нечестно. О, костюм Лэнса. А я помню. Да, вот именно под такую песню. Я надеюсь, не будет авторских прав, потому что... Я не знаю, почему она играет. Боже. Что происходит? А где женщины все? Там только одна осталась. Не в того стреляешь, Витя. Да нет. В этого интеллигента надо стрелять. Тусатого. Да, возвращайся в фургон. Мне бы броню еще найти, потому что я только что всю из решителей и пришлось выкинуть. Скажем так. Верни фургон назад гараж. Окей. Звучит не очень сложно, просто это нужно сделать до 15.30. Времени осталось немного, буквально пару минут. Ай... Почему все тут открыто? Ты хоть бы закрыл! Две звезды теперь тебе влепили. Ну, молодец! Это пока они не увидели содержимое. Сейчас увидят. Это симулятор пьяного, такое ощущение. Еще и укуренного. Занюхнул, да? Как-то мы не сказали, на нем больше наркоты, чем осталось внутри. Купы как-то слишком мало звезд дали. Я считаю, здесь нужно давать минимум 4. Но ты, Витя, тоже гений. Мог бы закрыть хотя бы багажник. А зачем? Ему же нужно все делать оперативно. А вдруг не успеет? Сложно. Так, один... Нет, он не отлетел, к сожалению. Но если я начну их убивать, звезд будет еще больше. Что вы делаете? Они пытаются мне остановить или выкинуть? О, так, те вышли. Супер, супер. Лайфхак сработал. В машину они уже не полезут, по идее. Но две звезды все равно висит, правда. Две минуты осталось. На такой скорости. Причем, заметьте, время идет правильно. По-моему. А, нет, неправильно. Оно идет тоже медленно. Я уже думал, время здесь, по честности, идет быстрее, чем сама игра. А вот, почти доехал до нужного места. Ну, копы... Нет. Stupid. Прям в открытую так еду. А, это моя машина стоит. Как я туда стану? Как я туда стану, если тут... О, все нормально. Я так смогу заехать? Копов на хвосте не будет? Ну, по крайней мере, ты вернул мой товар. Но я полагаю, на нашей дружбе можно поставить крест. Что? Адиос. Не понял. Я же вернул тебе все. Ты урод. А, ну, снова этот дурачок на Ренни появился. Конечно, конечно. Супер. Что вы мне предлагаете? О, давайте к Ленсу поедем. Я не буду к этому Ренни возвращаться. Ну, его с его безумными идеями. А я уже надеялся, что все, миссии с ним закончились. Конечно, конечно. Но, блин, я же... Я и так еле это все сделал. При чем тут вообще... В чем моя вина была? Тебя там не было. Меня протаранил грузовик на полной скорости. Так, а где вообще оружейный магазин? Кто-нибудь помнит? А, на той стороне. Вроде бы. Да. Вот он. И аптечка тут как тут. Очень даже удобно. Вы заметили? Я еще ни одну миссию не слил. И то, что даже не умер, я ни одну миссию не слил. Вот это скилл. Даже копы мной восхищаются. Все нормально. Ты будешь жить. По крайней мере, сейчас. На обратном пути я тебе этого не гарантирую. Так что исчезай побыстрее. Так. Гранатомет у нас есть. Снайперская винтовка. Спас-12. О, калаш продается. А сколько стоит? 4 200! Если я солью его... Да нет, нет. Потом. Будут деньги, я куплю калаш. Тем более там 60 патронов всего вроде бы сразу покупаешь. Да куда ты зашел, господи? Это мало. Мне нужно хотя бы 200. Ну что, Лэнс, обрадуй меня там хорошими новостями, например. Что ты наконец завязал с наркотиками. О, бабло пришло. Кстати, как удобно. Только калаш я уже покупать не буду. Пускай мне будут деньги. Сколько там? 4 600! Я получил на 800 больше. Взять вину на себя. Взять вину на себя? Ага! Да, это я Лэнс Ти. Вэнс, детка. Ти Вэнс, детка. Э, тюльпана в Таиланде. Здорово. Ха-ха. Да, слушай. Я должен идти. Ладно. Пока. С кем он уже разговаривает? Так, кто это был? О, братишка, это просто бухгалтер. Он обеспечивает нам небольшую прибыль. Э, большую прибыль. И ты зовешь бухгалтера детка? Да, я дружелюбный парень. Детка сленг, понимаешь? Я не люблю его. Я не такой. Да, одеваешься ты так. Хе-хе, как скажешь. Так или иначе, у нас появился повод для беспокойства. Кто-то узнал про тайник. Братья Мерседес беспокоятся. Я сказал им, что мы позаботимся об этом. А, это последняя вещь, которая меня волнует на фоне всего остального. О чем ты говоришь? Что случилось? О, боже, это просто... Луиза. Я действительно думал, что у нас что-то было, но мы так редко видим друг друга. Это Луиза. С прицепом. Да, ну, в общем, ты знаешь, отношения могут быть сложными. Поверь мне. Я знаю, я все знаю. Да, да. Пошли же, чувак. Нужно разобраться с этими ворами. Ты сможешь снять свое сексуальное напряжение на них. Идем, повеселимся. Да, ты же знаешь, что я люблю тебя, братишка. Не надо так говорить, пожалуйста. После таких слов я не то могу подумать. Хорошо поддержал, как говорится. Итак, кто стырил этот, кокс, да? Это байкеры. Кокос кто стырил? Ты уверен? Да, конечно. Что с ним опять происходит? Не похоже. Ну что же, я полагаю, что должен доказать тебе это. Не полетишь, а я буду стрелять. Ха-ха! Он как-то возбудился, вам не кажется? Это миссия из Вайсити, только наоборот. Там я стрелил. Повреждение равновесия. Возьми Лэнс с собой вертолет, чтобы убить всех байкеров. Каких байкеров? А, здесь ветер. Наклон вертолета ухудшит равновесие Лэнса. Он что, упасть может? Вы что, издеваетесь? А, нет. Он просто прекратит стрелять. Я уже испугался. Поддержка уровня равновесия улучшит меткость Лэнса. Я еще буду Лэнсу помогать стрелять, понимаете, да? Почему-то Томми Юри Мишеле это не мешало. Когда мы с ним летали. Помните, над особняком? Или где это было? Хотя над особняком вроде бы тоже. Нет, это было возле киностудии, кажется. Так вот, там можно было в любом направлении стрелять. В любом положении. Я вижу там группу этих тварей. Подлети чуть ближе. Я собираюсь прострелить парочку голов. Снижайся, не могу целиться отсюда. Да я знаю, да я нормально спущусь. Ты же хочешь этого, да? Так тебе нормально будет, не высоко? Давай, Лэнс, расчехляй. Вот именно. Бегите, трусы! Трусы, бегите! Трусы, бегите! Трусы, бегите! Почему он так равновесие теряет? И как мне его... Как помогать ему? Да, спасибо за подгрузки. Ну, Лэнс, попади, пожалуйста. Я же помогаю тебе равновесием, вроде бы. Равновесие должно быть заполнено или нет? Знаете, как я могу их устранить? Я сейчас вам покажу-ка. Бегите! Это было бы... Ой. Мы падаем! Ой. Я, кажется, перестарался. Это было бы гениально. Но что-то пошло не так. Придется миссию переигрывать. Первая миссия, которую я завалил. И знаете почему? Потому что она была с Лэнсом. Чёртов! Ненавижу Лэнса. Его чёрт-чокнутые задания. Лучше бы я... Что это было? Лучше бы я... Стрелял, а он летел. Я уж как-то там сориентировался бы. Более-менее. Что вы делаете? Так, я оставлю паузу, доеду до Лэнса. Начну вот это путешествие в воздухе. И вернусь. Ну что ж. Попытка номер два. Мне кажется, нужно равновесие именно держать. То есть заполнять шкалу. Тогда он будет стрелять ровно. А для этого надо вот так лететь. Но он всё равно косой. Что с него взять? Лэнс всё равно косой. Как бы и не старался. Ну что это такое? Я бы уже их всех перестрелял. Я так хорошо, я так хорошо. Ну да, да, да. Подумаешь, это всего лишь... Витя решил приземлиться, так сказать, и... Лично разобраться. Вот я изначально хотел так. Но мы врезались чуток в дерево, и... Я не справился с управлением. Оно ещё так быстро как загорелось. Вертолёт не выдержит. Равновесие нужно держать, наверное, вот так. Чтобы оно было максимально. Тогда точность будет лучше. Это логично. Но как можно лететь и держать так равновесие, если это вертолёт, а не самолёт? Тут всё равно нужно наклоняться, чтобы нормально лететь. А, они ещё в разных точках. Я вас понял. Я надеюсь, они статичны. Тогда будет проще. А, вот вы где, голубки? Лэнс! А Лэнса нужно... О, мы сходим! Пора спасаться. Я люблю калаши в этой игре. Я их просто обожаю. Вы знали об этом? Там, по-моему, я получил столько повреждений не потому, что я врезался в здание. Там было буквально немножко. А потому, что меня с калаша расстреляли. Это нужно с другой стороны подлетать. И надеяться, что Лэнс их быстрее расстреляет. Ну, почему именно я должен лететь, а не стрелять? Хотя, с другой стороны, здесь автонаводка не работает. Короче, я снова ставлю паузу. И, наверное, это будет последняя миссия на сегодня. Потому, что чувствую, она затянется. И, кстати, шар. Его можно... Ладно, не буду уже его трогать. Но, короче, за это, типа, бонус. Все, я пошел. Итак, я почти на месте. Давай, Лэнс, настало твое время. Не подведи. Потому, что возможность шикарная. Я надеюсь, ты хоть одного там убил. Супер повреждение, конечно. Отлично, он убил. Как я получил повреждение? Потому, что коснулся... Наверное, да. Из-за этого... А, стоп. Они все на месте. Они все здесь. Давай. Держу, так сказать, равновесие. Он издевается. Ну, Лэнс, попади. Мне ближе надо быть. Куда мне заносит ветром? Я ничего не вижу из этой карты. Точнее, карты. Из-за этой камеры. Что это? Я ничего не вижу. Она не центрируется. Накежда на Лэнса. Давай. Попади, пожалуйста. Сколько он там пуль уже выпустил? А чел все не умирает. Камера супер. Я понимаю, нужно быть ближе. Но он тоже может меня расстрелять. Господи. И мне что, ему на голову приземлиться? Возьми Лэнса с собой, чтобы бить байкеров на крыше гостиницы. С какой стороны мне подлететь? Наверное, с этой. Еще на крыше. Да вы что? Какой кайф я получаю. Когда смотрю, как Лэнс стреляет. Смотрите, как это... Вау, он попал! А второго убьешь так, а? Нет, конечно. Смотрите, какой он... После этой фразы он решил всех убить. Эм... Нас подбили. А куда он упал? Лэнс! Эм... Эм... Витя, может ты спрыгнешь, а? Ну такое. Нас все равно подбили по итогу. Лэнс там, я надеюсь, на сено упал или куда он там мог? Уничтожь тех байкеров, чтобы спасти Лэнса. А зачем его спасать-то? Ну, разве что, если он ногу повредил. Это более-менее хотя бы упал. Вот можно залезть наверх? Да. Ааа... Нет, нельзя. И как? Что там взрывается? Лэнс сейчас погибнет, пока я попытаюсь найти путь к нему. А вот они, вот они. Что-то их слишком много. Ну, братки, это я. Витя пришел на разборки. У них калаши, кстати, в некоторых. Как с ними разбираться? О, я могу подобрать себе. Да, супер. Кто стреляет? Сверху? Ну, я не буду в этом участвовать. Как мне залезть наверх? Там что-то опять взорвется. Что там взрывается? Там машины? Звуки. Калаш поформим. А, нет, у них здесь просто костры какие-то. Две звезды. Правильно, правильно. Именно мне, байкерам не надо. А калаши я заберу. Все байкеры мертвы. Найди лэнс. Да не все, я видел там чела какого-то за углом. Или не показалось? Вон, что там за углом был. А, это не чел, это женщина. Ну, неважно, кто-то был. Лэнс, ты тут? Э, Витя, взгляни, что я нашел. А как ты? Ты жив? Я уж думал, ты погиб. Нет, братишка, я приземлился на несколько мягких байкеров. Теперь у меня новый мотоцикл. Не бери это в голову. Где украденный... Э, это, токаин. Да, он, вероятно, его уже продали. Его продали, ублюдки. Увидимся позже, братишка. Мне кажется, дурачок Лэнс что-то скрывает. Я даже не знаю, почему иногда за тебя беспокоюсь. Ну, потому что он дурачок. За него беспокоятся, это уже традиция. Триста баксов! Ну, это даже Витя пивко не купит нормально. Кто за миссия? А, Мерседес. Наш товар все еще не найден. Не пытайся нас обмануть, Витя. Разрули ситуацию. А я, Витя, здесь причем? Здесь Лэнс как-то дичь творит. И Витя, его полномочия здесь окончены. Аж удивительно, серия так быстро закончится. Я, наверное, даже сохранюсь на втором острове. Почему нет? Раз уж я в этом месте нахожусь. Мне кажется, основная сюжетная линия это Лэнс. А вот Ренни второстепенный чел. И надо будет сначала пройти Ренни. Потом уже вернуться к Лэнсу. Так что в следующей серии я, наверное, так и поступлю. Броню покупать пока не буду. Интересно, сколько я нафармил себе калаша. Ну, минимум четыре, мне кажется, я подобрал. Может, патронов хотя бы двести будет. Да, сохраняюсь я не возле Ренни. А вообще, черт знает где. Но ничего страшного. Все. А сколько я по итогу нафармил? Надеюсь, вам понравилась данная серия. Чтобы вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий. Ну и также оставить тайм-кодики. А это был Дэймси и GTA Vice City Stories. Спасибо всем за просмотр. И всем пока.